Российская армия продолжает атаки на мирные города Украины. Накануне вечером оккупанты обстреляли Кураховскую общину в Донецкой области. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Удар пришелся по частному предприятию. Повреждено здание и автомобили. Работник фирмы, мужчина 32 лет, от полученных ранений умер по дороге в больницу. Еще троих мужчин и двух женщин с травмами госпитализировали. По данным правоохранителей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также кремлевские оккупанты вчера вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа шахет из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга. Из-за падения одного из сбитых дронов в Одессе ночью произошло замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры. Произошел пожар. Также российские оккупанты вчера 59 раз обстреляли территорию Сумской области. Погибли двое полицейских. Получили ранения 6 правоохранителей и 2 местных жителя. Покровск. Главный логистический центр украинской армии на востоке Донецкой области. После выхода в ИСУ из Авдеевки город может стать новой целью войск Кремля. До войны в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Сейчас же после неоднократных ракетных ударов россиян местные жители пытаются как можно скорее уехать из родного города. Истощенная двумя годами разрушительной войны россиян, жительница Покровска Екатерина вынуждена была отправить сына на более безопасную территорию Украины. В нашем городе стало небезопасно, потому что рядом с нами недалеко находится Авдеевка. Как вы понимаете, там очень тяжелые бои идут. Поэтому мы решили его отправить подальше. Сейчас Екатерина едет в Хмельницкую область навестить сына. После планирует вернуться назад в Донецкую область. Ну вообще было предложено школой, предложили учителя. И мы так посоветовались и решили, что ребенок поедет. Почему? Потому что здесь небезопасно находиться. То есть нет таких прилетов, как здесь. Да, там тоже бывает пролетает, но не так часто, как здесь. Российские войска не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. У меня сестра уехала. Ну как, они ближе туда, Черновецкая область. Ну так, да, есть многие, которые кума у меня вообще уехала в Шотландию. Да, пока там. Дальше не знаем. Пока трудно предположить, что россияне изберут своей следующей целью после Авдеевки. Или где они будут перегруппироваться. Но под российским ударом могут оказаться именно города Донецкой области – Покровск, Часофьяр или Селидово. Мы приехали из Селидово, которое находится под обстрелами, и решили детей вывести на оздоровление. Здесь, на вокзале Покровска, люди садятся в поезда и отправляются дальше в поисках убежища. Уберечь жизни детей – это важно. И поднять их эмоциональное состояние, ментальное здоровье сохранить. Татьяна, 56-летняя школьная учительница, сопровождают группу учеников. Некоторые из них покидают родные города уже во второй раз. Дело в том, что некоторые дети в 2022 году эвакуировались. Но ситуация немного улучшилась, и семьи вернулись домой. А сейчас, когда снова небезопасно, родители решили отправить их подальше отсюда. Украинские бойцы, вернувшиеся из Авдеевки, рассказывают, как войска России задействовали авиацию и пытались уничтожить мирный город. Тактика войск России заключалась в том, чтобы сравнять всё с землёй, с использованием артиллерии и авиации. Только потом заходит пехота. У нас пехота, вооружённая автоматами и гранатами, противостояла артиллерии, авиации и танкам. Мы держались, нанесли урон. Но это действительно сложно, когда люди с автоматами воюют против артиллерии и авиации. Вооружённые силы Украины после выхода из Авдеевки продолжили нести защиту уже за пределами города. Сразу делаешь проекцию на свой дом. Если вы каким-либо образом ослабнете, то же самое может случиться и с вашим домом. Нужно стоять и делать своё дело. Чтобы не пустить оккупационные войска дальше, украинским военнослужащим нужно иметь превосходство в вооружении. Дайте артиллерию, дайте FPV и контрбатарею. Ну и снаряды. Без помощи технической и помощи по вооружению мы будем драться до последнего. Но результат, я думаю, будет не очень хороший. Оккупационные войска продолжают постоянные штурмы Донецкой области. И дабы Покровск и другие города не стали следующей целью россиян, важно вовремя поставить необходимое вооружение украинским защитникам. Украинская формула мира, двустороннее сотрудничество, возврат пленных и депортированных лиц. Главные темы визита украинского лидера Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Президент Украины провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии, Мухаммадом бин Салманом Аль-Саудом. Они обсудили реализацию украинской формулы мира. Владимир Зеленский поблагодарил наследного принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов. Глава украинского государства проинформировал наследного принца о подготовке Украины совместно с партнерами первого глобального саммита мира на уровне лидеров, который состоится в Швейцарии. Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах. После визита в Саудовскую Аравию президент Украины прибыл с визитом в Тирану, столицу Албании. Об этом сообщил в соцсети министр иностранных дел Албании Иглей Хасани. Цитирую. «Большая честь приветствовать президента Зеленского в нашей стране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России». Президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине. Разговор состоялся в овальном кабинете Белого дома. На встрече присутствовали спикер палат представителей республиканец Майк Джонсон, сенатор-республиканец и лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, сенатор-демократ и лидер большинства в Сенате Чак Шумер, конгрессмен-демократ и лидер меньшинства в Конгрессе Хаким Джеффрис и вице-президент США Камала Харрис. Обсуждали вопросы по оказанию помощи Украине и необходимость финансирования правительства США, чтобы избежать прекращения его работы. Перед началом встречи президент Байден отметил срочную необходимость помощи Украине, поскольку бездействие законодателей приводит к ужасным последствиям. Мы должны понять, как сохранить финансирование правительства, что является важной проблемой и важным решением, которое нам еще предстоит найти. Я думаю, мы сможем это сделать. И о вопросе по Украине. Украина, я думаю, нуждается в срочной помощи. Предполагаю, мы немного поговорим об этом. И я считаю, что последствия бездействия правительства для Украины ужасны. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по Большой Семерке, и они очень этим обеспокоены. Тяжелую ситуацию на поле боя в Украине признают и в Государственном департаменте США. По словам представителя Госдепа США Мэтью Миллера, такая обстановка связана с нехваткой боеприпасов из-за задержки с принятием пакета помощи Конгрессом США. Чиновник отметил, что именно поэтому американский президент Джо Байден продолжает настаивать на принятии финансирования для Украины. В то же время спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон после встречи в Белом доме заявил, что считает более приоритетным решение вопроса о защите южной границы США. Однако лидер большинства в Сенате Чаак Шумер после встречи с Байденом заявил, что помощь Украине следует предоставить как можно скорее, ведь без необходимого вооружения украинские войска не смогут сопротивляться российской агрессии. Это было так важно, и мы не могли позволить себе ждать месяц, или два, или три месяца, ведь тогда мы, скорее всего, проиграем войну. НАТО в лучшем случае будет раздроблено. Союзники в таком случае отвернутся от Соединенных Штатов. И самые наглые лидеры, самые смелые автократы мира, такие как Путин, Си Цзиньпин, президенты Северной Кореи и Ирана, воспрянут духом, полагая, что Соединенные Штаты – это мягкая страна, сбившаяся с пути, и воспользуются этим. Поэтому мы сказали спикеру – сделайте это. Я также рассказал о своей поездке в Украину, где встречал солдат, у которых в зоне досягаемости была российская артиллерия и беспилотники, но не было боеприпасов, чтобы стрелять по ним. Мы говорили о четырех бригадах, которые готовы к наступлению. У украинцев нет оружия. Нехватка вооружений действительно серьезная. И был достигнут консенсус в той комнате. Зеленский в Украине проиграет войну, если мы не предоставим оружие. И не сделаем это быстро. В сети появились спутниковые снимки места падения российского самолета А-50, который 23 февраля сбили воздушные силы ВСУ. На них зафиксировано, что авиакатастрофа произошла на хуторе Трудовая Армения, Краснодарского края Российской Федерации. Пожар охватил площадь примерно в 4,5 тысячи квадратных метров. Напомню, это уже второй борт А-50, уничтоженный украинскими военными после начала этого года. Еще один такой самолет 14 января вывели из строя белорусские партизаны на авиабазе в Мочулищах. Ранее британская разведка заявляла, что повторное сбитие А-50 ставит под сомнение эффективность российской авиации. Также вчера украинские силы обороны ликвидировали два вражеских Су-34 на восточном направлении. А за все время полномасштабного вторжения украинская армия поразила свыше 340 воздушных судов противника. Украинская земля усеяна российскими минами и снарядами. Метр за метром ее очищают взрывотехники из разных регионов страны. Так из Харьковской области вернулись черновицкие саперы. Как они отработали и какие минные ловушки наиболее опасны в нашем следующем сюжете. Без права на ошибку с миноискателем и щупом в руках они буквально охотятся на незаметные, но смертоносные ловушки противника. И вот первая находка. Есть объект – противопехотная мина ПМ-1. Осматриваем территорию вокруг на наличие вторичных взрывных устройств. Чувствуется большой объект. Это еще одна замаскированная противотанковая мина ТМ-62ПЗ. В основном как ловушка на саперов устанавливается ТМ-62. Противотанковые мины и в радиусе при подходе к ним противопехотные, чтобы сапер, если пропустил, подорвался. Противник коварный, а работа украинских саперов крайне опасна. А вот и снова взрывчатка тщательно спрятана под противотанковой миной. Вот она под низом. При снятии мины происходит взрыв. Соответственно, все мины снимаются дистанционно. Черновецкие взрывотехники участвовали в разминировании Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас вернулись из Харьковской. Говорят, чаще всего встречали противопехотные, противотанковые мины. А еще едва не на каждом шагу растяжки. Усложняет их работу огромное количество обломков от боеприпасов. Кассета от РСЗО «Ураган», в которой содержатся кассетные боеприпасы. Если такую кассету видно где-то в поле, может торчать. Как в этом случае, если ее заметили, люди должны понимать, что на данном поле может быть противопехотная мина вот такая. Их может быть сотни, тысячи на местности. Это первый сигнал, чтобы туда не ходить. Также кумулятивно-осколочные боеприпасы – это фрагмент поврежденного боеприпаса, но на таких много людей травмируются. Демаскирующий их признак – это стабилизатор. Не нужно трогать. Загрязнены противником украинские земли и вот такой взрывчаткой. Это кассета для дистанционного минирования противопехотной мины ПОМ-2. Если мы ее заметили, то 100%, что здесь находятся мины типа ПОМ-2 или ПОМ-3. Минируют россияне и советским железом, и современными образцами. Есть модификации мин с датчиками, реагирующими на шаги. Мы с вами подходим к самой мине. Это ее стабилизатор. И вот она, уже обезвреженная. Поэтому я могу брать руками и вам показать. Когда этот датчик цели мины находится в земле, он считывает шаги. Человек идет в привычном своем темпе. Эта мина выпрыгивает на 60 сантиметров и происходит круговое поражение осколками на 10 метров. Сплошное поражение. Больше всего ловушек на деоккупированных территориях. Там рискованно ходить по лесам и полям. В Харьковском лесу, половина которого была полностью заминирована, шел мужчина на костылях с маленьким ребенком. Мы ехали разминировать участок того леса. Останавливаемся, предупреждаем, здесь нельзя ходить. Он нам показывает протест на ноге и говорит, все хорошо, я уже раз подорвался, мне теперь не страшно. Понимаете, даже собственный опыт не учит. Поэтому нужно быть более внимательным. В скорости черновицкие профессионалы снова отправляются в командировку. Очищать украинскую землю от вражеских взрывных устройств. Продолжение следует...